Русский язык 9 класс. Тема урока. Проблема выбора. Сложно подчиненные предложения с параллельным неоднородным подчинением предаточных. Второй урок. Русский язык. 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 отлично. Если одна-две ошибки, хорошо. Если более двух ошибок, удовлетворительно. Основная мысль этого текста и прогнозируемого может заключаться во фразе «Неограниченный выбор – это ключ к свободе». А темой прогнозируемого текста будет выражение «Умение сделать правильный выбор». А сейчас я предлагаю вам такую ситуацию. Представьте, что вы выиграли поездку в зарубежную страну, но в это же время в вашем городе проходит концерт вашей любимой музыкальной группы, на которой уже давно куплен билет. Вам нужно решить, что выбрать – неожиданную поездку или долгожданный концерт. Для этого вы должны заполнить табличку. В левой стороне таблички «Вариант решения», в правой стороне таблички вы записываете свои ответы на каждый вариант решения. Пожалуйста, не забудьте поставить презентацию на паузу. Какой бы я выбор сделала? Итак, назвать, кроме двух очевидных, другие возможные варианты решения проблемы. Других вариантов, кроме того, как выбирать между поездкой и долгожданным концертом, я не вижу. И я бы выбрала поездку, потому что выигрыш не так уж часто случается в нашей жизни. Это не такое уж повседневное событие. Поэтому побывать в зарубежной стране и воочию все это увидеть, познакомиться с культурой другой страны, другого народа, да еще и бесплатно, ну это же здорово. А уже попасть на концерт любимой моей музыкальной группы я смогу в другой раз, тем более, что их музыка, она всегда, музыка моей любимой музыкальной группы всегда со мной. Вот аргументы и факты в пользу выбранного мной варианта. Я считаю, что это решение правильное, что оно полезное, оно законное и оно этичное. Неприемлемых вариантов решения моей проблемы я не рассматриваю. Как я буду себя чувствовать, когда моя семья и друзья узнают о моем решении? Ну, если кто-то из моих друзей или членов семьи не поддержит мой выбор, я постараюсь их убедить в обратном. Положительные стороны моего выбора? Ну, это может быть меркантильно, но бесплатную поездку. Я предпочту посещению концерта. Для меня это положительная сторона решения. А негативных впоследствии решения? Ну, конечно, я не попаду на концерт, на который давно мечтала попасть. Но надежда, что я встречусь со своей любимой музыкальной группой, она не покидает меня. Это мой вариант решения данной проблемы. Естественно, вы можете с ним не согласиться. Ну, и домашнее задание. Спишите предложение, расставляя недостающие знаки припинания и раскрывая скобки. Составьте схему пятого предложения. С опорой на схему докажите, что пятое предложение является сложно подчиненным с параллельным подчинением предаточным. Вы видите перед собой эту схему, вы доказываете, что это сложно подчиненное предложение с параллельным подчинением предаточных, так как предаточные части относятся к вспоминаете правила, отвечают на вспоминаете правила, соединяются с главной частью при помощи вспоминаете правила. Самопроверку или проверку домашнего задания мы проведем на следующем уроке. Спасибо за внимание. До новых встреч!